Чё это, блядь, столько что, сука, было? Ёб твою мать! Если честно, я хотел выпустить эту реакцию раньше Восьмеркина, но, скорее всего, уже не получится, потому что реакция на двухминутный этот трейлер длится полчаса. А так, глядишь, уже потом, совсем-совсем скоро, и до десяти тысяч недалеко. Реально, а прикиньте, в следующем году уже будем отвечать десяти тысяч на моём канале. Ну, посмотрим, опять-таки, как будет всё. Хотел бы передать огромную благодарность тем, кто до сих пор продолжает подписываться и следить за моим каналом. Вы лучшие. Спасибо вам за десять тысяч на канале. Без вас бы у меня не получилось достичь этой суммы. Спасибо. Но мы продолжаем стремиться к лучшему, к большему количеству, поэтому я не заканчиваю карьеру на Ютубе. Будем стремиться дальше к пятнадцати, двадцати, тридцати, может даже сто тысяч когда-нибудь, посмотрим. Продолжаем стремиться, продолжаем не отлынивать и продолжаем делать реакции. Ещё раз вам большое спасибо. Всех люблю. Буквально шестнадцать минут назад на глазах появился русский трейлер второй половины второго сезона «Адского босса». Я думаю, что это должно быть очень интересно. И, судя уже по превьюшке, в одной серии нам, скорее всего, уже покажут «Сатану». Что очень довольно интригующе и интересно. Короче, погнали смотреть. Только мы с вами недавно реагировали на адские истории, так называемые. Шортс, ну или короткометражка, господи, как мне писали. Вот, вышел трейлер. Наконец-то возвращение старой доброй команды. Ну, не очень добрый, ладно. Да, неудачно стартовали. Как же, блядь, я вас ненавижу, босс. Пять новых серий. Было бы ужасно потерять весь наш программ. Чё это, блядь, было? Чего бы кучки ангелов, искать демонов. Что? Мы начинаем их возвращения на Землю, чтобы забрать их раз и навсегда. Более опытные люди нам не помешают. Рад видеть вас, ребят. У нас всё больше беспорядка убивают, чем моих постояльцев. А ну-ка не спать, полушевые ублюдки. Приготовьтесь быть высосаны в астральный мир, сучки. Чё происходит, блядь, я не понимаю. А просто пожухлые люди. Без обид. И где вообще столус? Его надо призвать. О, 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 о. Это наша договоренность. Больше не кажется правильной. Она не была. Мне хотелось теплое внимание. Мне хотелось, чтобы меня хотели. Вы суки считаете, что можете постоянно так делать. Просто брать и играть на наших чувствах, ведь мы для вас малые и незначительные. Ты позоришься. Это сделка вам не по зубам. Да, они мелкие. Что? Ты просто кусок говна. Все вокруг куски говна. О, 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 что происходит? Ты обычно берёшь рядом стоящих людей и бросаешь их ещё более разбитыми, чем прежде. Что происходит? Ты за всех свои идеи. Ты никогда не любил маму и не любишь меня. Ты любишь его. А я всё разрушаю. Я делаю жизнь каждого. Пиздец, что про... Я не хочу быть таким. Больше не хочу. Спасибо, Блиц, что сделал меня таким счастливым. Пусть даже это счастье длилось недолго. Что это, блядь, только что, сука, было? Ёб твою мать! Так, подожди. Мне надо попить водички. А теперь можно и поразбирать. Так, пока Edge Project не выпустил видео какое-нибудь. Может, я уже выпустил на момент выхода этой реакции. Не знаю. Видео на тему разбора этого трейлера. Трейлер охеренный. Поначалу, ну, то есть, обычно. Так, что вообще в этом трейлере? Трейлере? Столько всего. Там и Веросика, и Мамон, и Сатана, я так понимаю. И этот, опять, гонщи, ну, понятное дело, он же с Веросикой. И там почему-то он, там стол с ними тусуется. Там брат, один из Гаэти появился, который был еще в пилоте от Эля Хасбин. Там, и Херувимы, сука, появились. Они были в четвертом эпизоде, первом сезоне, последний раз. Я их недавно только вспоминал. Говорил, что было бы прикольно, если бы там про них какую-то компетражку сделали. Там, типа, только последняя реакция, говорил, на Адский босс. Вот они, вернулись. И к какому-то перепугу они теперь будут сотрудничать с... Подожди, подожди. Давайте по порядку. Давайте пересмотрим. Пересмотрим. Подождите. Благодарю вас. Давно я так не веселилась на подобных мероприятиях. К сожалению, мне пора. У меня есть незаконченные дела. Адюк мытье. Было бы любопытно посетить ваш торговый центр и поболтать позже. Адюр, дорогая. Сейчас вы видели фрагмент озвучки одного из комиксов по Отель Хазбен. На канале Savic Team. Где выходят озвучки и по другим фодовам. Например, как Соник, УЦЦ, Андертейл, Дельтарун, Традскарт. Ссылочка на него в описании и закрепленном комментарии, если вам интересно. Так же, как и на мой Телеграм-канал, где выходят всякие разные новости канала, приколы жизни. Тоже будет ссылочка в описании и закрепленном комментарии, если вам так же будет интересно. Постараемся еще раз поставить какие-то серии будут. Первая сцена, понятно, я не сказал бы, что есть... Ну, не думаю, что есть смысл ее обсуждать. Просто очередные проемы Блица. Это как обычно. Пять новых серий, да. Так. Вибратор, естественно. Я так по... Подожди, вот это. Что это такое? Вот это вот, что это? Я даже не понимаю... А, во-первых, здесь Блиц. Снова он будет с физи-роли туситься. То есть, это не последний раз. Шестая, седьмая серия, это не последний раз, когда они вместе во втором сезоне. Окей. Что это такое? Это... Это не похоже ни на... Ни на Дилда, ни на Вагину. Я извинюсь, конечно. Что это вообще такое? Ладно. Допустим. Дальше. Дальше, дальше смотрим. С чего бы кучки ангелов? Демонов. Мы выжидаем их возвращения на землю, чтобы покарать их раз и навсегда. Блин. Охереть. То есть, мы же помним, что сверху ангелы... То есть, не впустили обратно в рай херуимов за их грех. За то, что из-за них умер этот ученый. Их в итоге оставили на земле. Что, кстати, я считаю, тупо довольны такие со стороны ангелов. Нахрена ангелов было оставлять на земле? Нахера? Их же могут найти люди. Вот, собственно, и нашли вот эти вот два Биба и Боба. Вот эти вот два этих... Ложка вот этих два вершка. Два корешка вот этих вот. Агенты. Могут найти люди. Могут найти правительство. Доказать, что рай реально существует. О чем думали ангелы? Почему их нельзя было, не знаю, отправить в ад? Как падших ангелов за грех отправить в ад. В наказание, как раз таки, в место, в которое они бы точно не хотели бы оказаться. Ну, может, они бы так раз таки смогли бы... Им было бы гораздо проще отогстить Блицу, но все же... Это же пипец, если так подумать, нелогично со стороны ангелов оставить их на земле. Ладно, хер с ним. Окей, допустим. Их поймают эти вот опять, эти два... Во-первых, и они вернутся. И херуины вернутся. Охереть. Ладно, я ожидал, что агенты вернутся. И гифка это подтвердилась. Но что херуины вернутся, честно, я не ожидал. Мне хотелось, но я вообще не ожидал. Это очень прикольно, неожиданно. Они будут сотрудничать с этими чуваками. Самый неожиданный тимап, который я увидел в адском боссе. И который мы увидим. Думаю, скорее всего, в девятой серии, мне кажется, мы увидим. Восьмая серия будет про Столоса. Вот, как раз таки про... Очень грустная про Столоса и Блица. Про их отношения. Опять будут там выяснять. Тут будет как раз таки речь Блица. По поводу... Трогательная речь Блица. Трогательная речь Столоса. Возможно, как раз таки вот эти стены с Ви тоже от этой серии. Возможно. Девятая серия будет про агентов Херуина. Которые скорешились против Блица и команды. Вот. Я думаю, так, скорее всего, будет. Так, сейчас мы посмотрим. Мы выжидаем их возвращения на землю. Так, с ними подключился Блиц как-то или... А, у Блица же теперь появился кристалл Смодей, через который... Ну, он может теперь легко, даже без гримуара, переместиться к людям. А как раз таки, как раз таки, восьмой серии, скорее всего, будет очень жёстко. И, скорее всего, Блиц и с Толосом, ну, совсем перестанут разговаривать. Они, скорее всего, вообще поссорятся и всё. То есть, Толос больше не будет давать ему гримуар. Всё. Как раз таки, то, что ты говорил про Толос, про контракт. Они его расстолкнут. Всё. Капец. Но! Это не такая же сильная проблема для Блица. Потому что у него, как раз таки, недавно появился кристалл Смодей, через которую он может и без гримуара перепортироваться к людям. Вот и он, видимо, вот и для приколов таких вот, типа, решил им попользоваться. Из-за чего их ещё больше разговаривал, этих чувачков. Вот это чё? А! Всё, я понял. Это... Это портал, ва! Так, походу, делал эти чуваки очень сильно переиграли в Майнкрафт. Судя по всему. Во-первых, видно, что они стоят херуими вместе. Эти два дотика смогли создать, сука, портал! Ват! Ват! Я так понял, судя по всему. Ты навсегда! И здесь на Блица-компании что-то летит. Возможно, как раз таки от этих агентов из портала... Короче, перед ними, наверное, откроется портал, и в них что-то прилетит. Возможно. А возможно, это вообще из другой серии. Кто его знает? Так, здесь, я так понимаю... А, будет, скорее всего... То есть, дальше. Восьмая серия про Столуса и Блица, про, там, разгром их отношений. Девятая серия про месть херуимов и агентов. Десятая серия, скорее всего, будет про то, что герой зачем-то отправится снова в... Это самое... Короче, в город Похоти. На Кольцо Похоти. Зачем? Ну, не знаю. Блица там снова увидится с физи-роли. Короче, Блица там снова увидится с физи-роли. Мири, Смокси, там что-то будет творить. Не знаю, новые врага себе наживут, не знаю, какого-то. Кто-то в них опускает ракету. Кто? Вот... Вот вообще не могу разобрать. Кто может опускать в них ракету? Нет, вообще не разобрать. Ну, это какой-то демон, судя по всему, с рогами. Непонятно. Дальше, смотрим. Дальше. Одиннадцатая серия, скорее всего, будет про то, что Блиц с компанией отправились на какую-то... Ну, то есть, опять про... Ну, наконец-то вспомнили про их работу. Они отправились на какое-то дело, на которых их представил вот этот... ЧЕЛОВЕК! Ну, на самом деле, он не человек, он полурак-полухуй, потому что где-то вот в каком-то моменте он превращается в демона-рыбу. То есть, они за какое-то дело возьмутся в каком-то отеле отгореть каких-то похотливых стариков или типа того, я не знаю. Короче, вот, одиннадцатая серия будет про это. А двенадцатая серия, скорее всего, будет с того Простолуса. И там, скорее всего, покажут как раз-таки этого Андреа Альфуса снова. Возможно, он и будет, и появится и в восьмой серии. Ну, короче, я думаю, что... Правда, она, наверное, разновается в честь Рождества, двенадцатая серия. Но, короче, мне кажется, Рождество-12 даже будет снова Простолуса. И будет прям, ну, совсем грустно. И чувствуется финалом сезона, как в свое время седьмая серия первого сезона. Вот что-то на одном должно быть уровне, по идее. Короче, я бы так расписал, как будут выходить серии. Вот. Как-то так. Чё за чувак? Какой-то Александр, какой-то как будто бы, не знаю, какой-то мексиканец. Ага. Так, еще раз. Еще раз. Дело. Так. И какой-то человек созвал в отель свой. Потому что там какой-то демон поселился, который убивает людей. Ну, или какой-то грешник там. Короче, я хренов... Я пока не понимаю. А ну-ка не спать! Вот он, то самое нечто, которое убивает Постоятель. Уживые ублюдки! Вот. Ага. Приготовьтесь быть высосанными в астральный мир, сучки! Черт, Блиц! Они не призраки, а просто пожухлые... Ага, то есть, этот чувак пожаловался на то, что призраки какие-то обитают странные. Возможно, как раз таки и он же, и он же, и убивает Постоятель, на самом деле. Потому что тот чувак, как раз таки, по сути, вам показали здесь спойлер. Вот он! Вот он! Вот этот Каннер этот! По сути, нам сполирнули здесь же, в этом же трейлере, то, что он и является, скорее всего, этим самым убийцей. Тот, кто звал. И как раз таки, недавно были сливы, какие-то раскадровок одной из серий Адского Босса, и там как раз таки был этот чел. То есть, эти раскадровки, которые сливали, реально слив. Так что, вот. Скорее всего, это будет 11 серия, мне кажется. Мы люди! Без обид! И где вообще столб? Во! Во! Вот это либо из 8 серии, либо из 12 серии. Фига себе, тут какие! Появился этот чувак из пилота отеля Хасбин, он появлялся еще из Гаэти. Вот чувак. Его надо призвать хоть раз! Ладно, Весак! Возможно, реально, это из 12 серии, это будет финалом. Это может быть какой-то реально даже... Может, это будет суд над Столсом за то, что он пошел на сделку с Бесенком, и из-за этого вызвали на суд. Прикиньте, вот это было бы охренеть, если бы реально так было. И его будет судить из Гаэти, вот этот чувак, и Андреал, будут ему предъявлять. Будет наверняка сторона защищающая, сторона обвиняющаяся. Обвиняющая. И финал, возможно, будет, кстати, нехорошим, кстати. Я не исключаю, что, возможно, Столс, короче, признает виновным в чем-то, и, короче, что-то будет с ним очень нехорошее. Я этого не исключаю. Вот, в 8 серии будет обсуждение всего этого, а в 12 серии будет последствия этого всего, скажем так. Реально стали глаза появляться. Раньше глаза вообще не появлялись. Глаза на зданиях вообще не появлялись. В Адском Боссе теперь начали появляться. О-о-о. Возможно, раньше события Адского Босса происходили до зачистки в отеле Хазбин. Но что дальше будут выходить, с короткометражки про Милю и ее сестру, ее, ее, не его, ее, сестру, это уже события, и дальше вот эти следующие серии будут происходить после уже зачистки, истреблений. Ну, я такую теорию видел, мне писали. Вы, суки, считаете, что можете постоянно так делать? Просто брать и играть на наших чувствах, ведь мы для вас малые и незначительные. Ты позоришь. Фига себе. Это реально сатана. Это реально сатана. И такой человек, как будто у него шляпа. Он чем-то подпоминает меня этого страйкера, как будто у него шляпа. На самом деле нет, это, скорее всего, рога. Будет очень интересно. А, кстати, судя по заднему фону, это как раз таки из 12 серии, 12 серии, как мне кажется, где я буду судить Столлса. Потому что фон такой же, как и с кадрами, где Андреа Алфус и этот из Гаэти. Скорее всего, на суд Столлса придет сатана. Возможно, вообще все грехи придут. Как и Левиафан, как и Бельфагор, Вильзиулы. Может, все вообще придут? Может, я, конечно, что-то слишком сильно напридумываю и себе завышаю ожидания, но, прикиньте, реально, оно, если нет, то... Почему сатане приходить на это мероприятие, вот именно ему? Не знаю. Вот фиг его знает. Это сделка вам не по зубам. Так, здесь Блиц защищает Столлса. Возможно, это опять-таки из 12, либо из 8, но, либо, скорее всего, из той 12 серии про суд. Да, мелкие. Так, спойлер. Так, а, вот, кстати, в этой серии, где они пойдут к Ози или просто пойдут в круг похоти, с ними будет еще и Луна в этот раз, а то она в последние разы вообще с ними вообще не тусовалась, они где-то там, просто в офисе там, сидел в телефоне, в этот раз она с ними пойдет зачем-то. Наверное, потому что там будет этот вот Вульфыч. Ну, как его там. Ты просто кусок говна! Так, это я не знаю, к чему эти кадры. Это, типа, мертвый Блиц. Типа. Возможно, это, типа, как Херойюм представляет его мертвому. А, кстати, возможно, как раз-таки в этой же серии, где будет физи-роли, вроде бы, я сказал, в 11-й, нет, в 10-й. В 10-й серии, я сказал. Где они придут к Ози зачем-то, появится Веросика. То есть, Мокси и Мили опять какую-то передрагу попадут, против них кто-то будет там сражаться, Блиц увидится с физи-роли, а также увидится с Веросикой. Вот. Снова конфликт. И Мамон снова появится. Спи. Блядь! У него фингерборд и спи. О! Реально, слушайте! Смотрите! Фон опять такой же, как и на сцене. Смотрите. Смотрите. Фон точно такой же, как реально опять-таки на той сцене с Андреа Афусом. Без обид. И где вообще стол? Его надо призвать. Хоть раз. Обратите внимание, реально. Андреа Афус и Гаэти фон. Красные глазенки, вот красный фон, какие-то люди, то есть, демоны сзади. И получается, что? Сатана. Что Мамон в этих же декорациях? То есть, реально, все, получается, грехи, ну, возможно, не все, но, возможно, реально все грехи придут на суд столоса. Прикиньте, реально, какой экшен Эсмон Дэй может... Блядь! Прикиньте, какой потенциал, какой экшен может быть. Блядь! Я очень жду новых серий, блядь! По-моему, это охуенно. Вот единственное только, та самая серия, где они будут против этого чувака рыбы, где они в отель пойдут, мне кажется, из всех пяти серий будет самая слабая. Я сказал, она должна быть по идее одиннадцатой. Мне кажется, она будет из тех самой слабой. И самая, наверное, кринжовая. Но, мне кажется, она будет сделана... Она будет, во-первых, одиннадцатой. Просто потому, что мне так кажется, во-первых, а во-вторых, потому, что, чтобы этот, типа, будет филлер, который немножко подрослалит нас перед грандиозным каким-то финалом двенадцатой серии. Как мне кажется. Вот. Где все грехи придут на суд столса. Мне интересно, что... Кстати, мне теперь реально интересно, что Аджет Прожек что-то скажет про этот трейлер и какие у него будут теории. Потому что совпадут ли они с моими? Очень будет интересно сделать реакцию, когда он выпустит видео. Пожилет водой! Так, опять сцена, где... Почему-то Милли бьется с Блицем? Она сражается с Блицем? В тех самых... А может это... А! Слушайте, я понял. Возможно, та рыба, вот эта вот хрень демон, он может менять свой облик. Видите, он же тут человек, по идее. И здесь он же поменял облик. Это, короче, перевертыш, так скажем, как. Ченджинг из Малитл Пони. Я думаю... Это... Хамелеонша из Кунфа Панда 4. Но я думаю, вы поняли, о чем я. Он будет менять облик. И, скорее всего, поменяет облик на Блица. Короче, натравит наших ребят друг на друга. И Милли будет сражаться с Блицем и так далее, и так далее. Мокси будет сражаться, может, с Милли. Короче, вы поняли мою суть. Короче, прикольно. Здесь Мокси, наверное, отстреливается, может, от Милли или, не знаю, от кого-нибудь здесь. То есть, хотя, возможно, нет, это сцена именно в серии, где они пойдут в круг похоти. на Мокси вываливают кучу листовок. Вот этот, наверное, а, все, опять серия с Физи. Что-то закрыли такие. Во-во-во. Вот, скорее всего, это не Милли, это просто этот перевертыш переплатился в нее, в Милли, в жуткий образ. И, типа, это вот она пришла, ну, он пришел в виде Милли к Мокси обвинять, его обвинить, наверное, его поносить, говорить, что-то никчемное, и то, что вот что со мной случилось, ты во всем виноват. Скорее всего, что-то такое из этого разряд будет. Так, это Веросика? Вообще-то не похож. Одновременно они похожи и не похожи. Возможно, нам, кстати, покажут прошлые Веросики. Возможно, нам покажут в той самой серии про круг похоти нам покажут прошлые Блицы Веросики. Нам, конечно, раскроют, как они не сошлись, как Блиц ее бросил. Потому что, возможно, в этом кадре в этом как сказать, Веросика из прошлого, скажем так. Может быть. А вот этот чувак опять. По глазам видно, что это тот самый чувак, который перевоплотился Блиц. Хоть слегка мучает за все свои идеи. Ты никогда не любил маму и не любишь меня. Ты любишь его. Возможно, это из восьмой серии. Возможно, это, скорее всего, Ви придет в 12-й серии на суд с Толоса и, возможно, либо будет его защищать, либо наоборот. Ну, судя по словам, наоборот, кстати. Поэтому... Так, тут были кадры даже... Возможно, это кадр из... Либо 12-й серии, где Блиц тоже там что-то скажет, что делать всем хуже. Либо из той серии про круг пухать, где он опять связится с Веросикой и в очередной раз убедится в том, что делать всем только хуже. Он сделал хуже и Физии, и Веросики, и Столосу, и своей сестре Барби. Он вообще всю жизнь делает всем плохо. Что, на самом деле, интересный и сильный конфликт у Блица. Реально. На самом деле, если так задуматься, у него прям жесткая... Жесткая... Дизмораль, так скажем так. Реально. Бешит. Он себя воспринимает как какой-то чудовище, которым... Тем дело только хуже, и лучше бы его не существовало. Это реально на самом деле сильно, если задуматься. Так, это опять-таки... Не хочу быть таким. Больше не хочу. Спасибо, Блиц, что сделал меня таким счастливым. Так. Вот это, правда, непонятно, в какой серии. Наверное, про круг пухоти, и там какого-то хрена опять появится Столлс. А возможно, из восьмой серии. Может быть. Блин, ну это реально Веросика? Ну, она, видимо, сделала себе рембрейтинг, не знаю, или просто поменяла стирик, потому что она выглядит по-другому. Ну, судя по рогам, по-моему, да, Веросика. Ну, ладно. Ну, это же ее охранник, поэтому поедина, даже обтянутся. Короче, короче, и дальше дата выкода. Май, за фуллмун, апологи, тур, июнь, гостфакерс, а, нет, я немножко ошибся, гостфакерс, октябрь, мастермайнд, ноябрь, и синсмасс, декабрь. Короче, вот. Правда, не совсем понятно, почему так было сделано, почему вот дальше идет, то есть май и июнь, то есть две серии подряд каждый месяц, и дальше трехмесячный перерыв. Трехмесячный перерыв, чтобы три серии подряд выходили. Мне кажется, это немножко странно. Ну, да ладно. Короче, за фуллмун, это восьмая серия, простолст, понятно дело. Аполл Джаст Тур, как-то переводится, я не совсем понимаю. надо будет перевести. Полная луна, это понятно. Восьмая серия, простолст, июнь. Тур с извинениями. То есть май. Тур с извинениями, июнь. Это, скорее всего, будет серия про хирургов, опять-таки, и двухташих дурачков. Как мне кажется, дальше. Ну, либо это будет, не знаю, про круг походе, и он будет извиняться перед вирусикой. Не знаю, может быть, фиг его знает. Ну, а так, если про хирургов, то он, что, будет перед хирургами извиняться? Не знаю, кто его знает. Дальше. Октябрь. Охотники за привидениями. Это точно будет про... Короче, восьмая, девятая, десятая серия будет точно про... вот этих вот. Как они пошли в отель, да, призраков ловить. Вот, они же там говорят, мы там, ловить... Это не призраки. Так что, судя по этому фразе и названию, десятая серия будет про это. И она выйдет в октябре. Я немножко ошибся. Думал, что она будет 11, но она будет 10. Вот. Дальше. Ноябрь вдохновитель. Название... Не совсем понятное. Возможно, это либо опять... Либо это про круг похоти, скорее всего. Скорее всего, это про круг похоти. Как мне кажется. Потому что, учитывая, что гифку с этими двумя чуваками, короче, с этими двумя агентами нам не так давно показывали, скорее всего, эта серия будет следующей после восьмой. Потому что, мне кажется, тогда бы гифку так рано не показывали. Так что, скорее всего, вдохновитель. Это именно про круг похоти. Ну и последняя серия. Декабрь. Грехи. То есть, судя по названию, все грехи реально соберутся судить Столса. Это ж аху... Представьте, это сюжет грехи судит Столса. По сути, кстати, обратите внимание, помните же, мы смотрели Айта Джек Прожекта, как он разбирал первоначальный сюжет от Эля Хазбин. И там, как раз таки, последняя серия изначально должна была быть про то, как все грехи собираются что-то обсуждать. И плюс еще Люцифер что-то собирается обсуждать. Либо судить Чарли, либо что. Короче, там грехи должны были собраться все. Нам должны были показать все грехи. Теперь, в последней серии от Коу Босса второго сезона нам покажут все грехи. Судя по всему. Учитывая, что там в кадре был и Мамон, и Сатана, скорее всего, там будут все реально грехи. И судя по названию, скорее всего, там будут все грехи. Это же охеренно! Представьте, как это будет круто! Возможно, 12 серия будет самой лучшей во всем сериале. Я не исключаю. И она будет сам охеретно. Возможно, скорее всего. Может быть. Хотя я изначально думал, что она будет связана с Рождеством почему-то. Я не знаю. Может, из-за названия, может, что-то слышал про это. Не знаю, короче. Но какие-то слухи были. Не знаю, что я с чем-то взял. Короче, запоминаем. Май, июнь, октябрь, ноябрь, декабрь. Запоминаем? Запоминаем. И ждем. Май, столос серия. Июнь, серия про хируемов, их месть. Октябрь, серия про в отеле, гостфакерс. Скорее всего, будет самая филерная серия из всех. Мастермайнд. Ну, это не вдохновитель, это скорее, не знаю, повелитель или мозговое. Ну, короче, безразильно. Ну, ладно, с переводом. Серия про круг похоти, про возвращение, как близ приходит к физи и к веросике. Там появится веросика. И последняя серия в декабре про суд над столосом и все грехи там собираются. Все. Вот. Как-то так. Короче, вот так вот. Трейлер охерен. Я считаю, что он даже намного круче, чем трейлер первых пяти серий, первых пяти серий, да, первых пяти серий второго сезона, да, 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 да. Был бы трейлер, и этот намного пищеный. И очень эпичный. И намекает на такие события, которые будет не грех, на которые будет не грех посмотреть. Возможно, я себе слишком сильно нафантазировал, ну, про суд столоса и так далее. Возможно, сильно я себе завышаю ожидания. Но, как мне кажется, это реально возможно. И на это намекают многие кадры из фразы персонажей. Так что, возможно, нас ждут, возможно, нас ждут самые охуенные серии от Коу Босса. Ёпт! Ёпт! Твою мать! Я полчаса обсуждал этот трейлер. Полчаса. Я круче, чем мой G-Project. Официально. Может, не стоит потом делать реакцию на видео о G-Project по поводу этого трейлера. Может, он точно то же самое скажет, что и я говорил. Кто его знает. Может быть. Поэтому, может быть, нет смысла. Ну, в общем, не знаю, буду ли я вырезать в кучу своих предложений и теорий и разборов. Наверное, нет. Я, короче, сделал так, что это реакция и разбор. Потому что реально было интересно порассуждать над этим трейлером и что будет происходить в будущем. Что может, 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 возможно будет происходить в этих сериях. Было реально интересно обсуждать. Возможно, правда, для этого можно было бы и селл стрим сделать. И зря растягиваю реакцию на двухминутный трейлер на полчаса. Это клеще, чем Винди, когда я делал реакцию на трейлер ФНАФ-фильма и реакция длилась у него там полчаса тоже. Теперь у меня так же, только с адским боссом. А что, мне кажется, прикольно. Почему бы я... Те, кто хотят посмотреть реакцию, они посмотрят первые две минуты, а те, кто может, им интересно будет послушать рассуждения, послушат рассуждения. Окей, окей, надеюсь, никто не будет жаловаться. Или таких людей будет не так много. Короче, трейлер охерен. Ждем. Я сильно пипец жду серии после того, что я увидел в этом трейлере. Реально, ожидания прям из таких стали вот такими прям вообще. Реально. Хоть и мне отель, откровенно говоря, больше нравится Стриматский босс, но, во-первых, несравнимые сериалы разолюно разные. Мне нравится босс, тоже мне очень нравится, но по-своему. Но этот конкретно трейлер этих следующих серий меня заставил очень сильно теперь сидеть в ожидании этих самых серий. Короче, посмотрим, что в итоге будет и сколько будет кринжаты в этот раз. Будет ли ее много или мало. И кто-нибудь из обзорщиков запишет какой-нибудь обзор на одну из серий, где скажет, что это худшая серия от Кобос и от Кобос скатился. Посмотрим. Посмотрим, посмотрим уже скоро. Ладно, ребята, попилки и знаки этой реакции и обсуждению в данном случае. Пишите комментарии, рекомендуйте своим друзьям знакомым это видео, если вы хотите, если нет, то я меня наставлю. Ссылка нам на... Блин, заговариваемся. Ссылка на оригинальный, охрененный, охуенный, я бы сказал, трейлер, на Савик Тим, на мой телеграм-канал в описании и закрепленном комментарии под этим видео. Ну и всем желаю здоровья и, конечно же, мира. Всем пока-пока. Пока-пока.